В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Реорганизация муниципальных предприятий. Депутаты обсуждают последствия объединения ДЭПа и комбината благоустройства. Будет ли финансирование? На публичных слушаниях по бюджету обсудили судьбу городского питомника для бездомных животных. Мультфильм на средства президентского гранта в православной гимназии завершается работа над проектом «Первоначальник». Далее расскажем обо всем подробно. Продолжают кипеть страсти вокруг объединения КБУ и ДЭП. Казалось бы, процесс реорганизации уже завершен. И с 14 ноября сотрудники комбината благоустройства работают в дорожно-эксплуатационном предприятии. Все имущество тоже передано. Но, как выяснили депутаты на совместном заседании думских комитетов, не все прошло гладко. Подробности далее. Процесс реорганизации двух предприятий завершен. Технически и организационно все прошло хорошо. Весь имущественный комплекс КБУ полностью перешел в ДЭП, сокращений сотрудников КБУ не было, их зарплата и условия труда не ухудшились. С этого начала свой доклад председатель КУМИ Людмила Тырсина, отметив также, что объединение было неизбежным. Это аналогичные виды деятельности, оптимизации всех процессов. На сегодняшний день, если так для интереса, находится на законопроектном принятии, который в течение 2019 и 2020 года мы с вами все МУПы каким-то образом будем реорганизовывать. Мы будем выходить. То есть ни одного МУПа к 2021 году, согласно этому законопроекту, не останется. У бывшего директора КБУ отношение к этому объединению негативное, о чем он прямо заявил депутатам. Суренов-Сипян признался, что он не видит экономического обоснования этой реорганизации. По его словам, ему не предоставили никаких расчетов, доказывающих, что укропнение предприятия будет эффективным. Только сейчас можно после того, как похоронку получили, выпили за упокой, только можно сказать, что поживем, увидим. Потому что я уверен, что этого эффективности не будет. Опроверг Суренов-Сипян и то, что при слиянии двух предприятий не произошло сокращение штата КБУ. По его словам, 15 человек уволились, потому что их не устроили новые условия труда. Еще семь попадают под сокращение. Да и сам Суренк Орленович, которого на комитете депутатам представили как заместителя директора ДЭП, с 30 ноября на укропненном предприятии не работает. Я тоже с завтрашнего дня уволен. Уволен? Да. В связи с чем? В связи с моим желанием. Обсуждая судьбу объединенного предприятия, депутаты также подняли вопрос асфальтного завода, который с 2000 года находится в хозяйственном ведении ДЭП. Предприятие держит 70% его акций и с 2013 года получает дивиденды. За последние пять лет это примерно 12 миллионов рублей. Для предприятия, которое балансирует на грани финансового выживания, это ощутимое подспорье. Однако этого дохода, как выяснилось, ДЭП в скором времени может лишиться. Поступило обращение о том, что администрация города хотят забрать 70% данных акций до асфальтного завода в каждом. Основная мысль – это включить в план приватизации, продать очень неплохо, получив доход в бюджет. Предприятие, хорошо работающее, зарабатывающее прибыль, которое можно очень хорошо приватизировать и получить доход в бюджет города Сарова. Многое в деятельности завода удивляет директора ДЭП Сергея Куприкова. Будучи держателем 70% акций и входя в совет директоров завода, он не всегда в курсе того, что там происходит. Так, например, запросив отчёт о финансово-хозяйственной деятельности завода за 2017 год, он получил 8 его вариантов. Если в первом отчёте была прибыль показана 120 тысяч, то после проверки и без не было приложено аудиторского заключения, то после этого проверки аудитором уже прибыль выросла до 2 миллионов. А ещё из этого отчёта Сергей Куприков узнал, что оказывается, руководитель завода, не ставя в известность ДЭП как учредителя, в 2017 году заключил договор подряда. Эта ситуация вызвала столько вопросов у депутатов, что они попросили контрольно-счётную палату провести полную внеплановую проверку деятельности асфальтного завода. И решили вновь вернуться к обсуждению судьбы объединённого предприятия уже на ближайших заседаниях. Судьбу имущества бывшего комбината благоустройства обсуждали и на прошедших в администрации публичных слушаниях по бюджету города на будущий год. В центре внимания вопрос финансирования городского приёмника для бездомных животных. Ранее оно складывалось из трёх составляющих – денег, заработанных предприятием, средства из областной и городской казны. Однако в следующем году в местном бюджете финансов на содержание приёмника не предусмотрено. Как выяснилось на публичных слушаниях по бюджету в городскую казну, в следующем году не заложены средства на финансирование приюта для животных. Сейчас регионка будет давать миллион, мы будем добавлять нам? Не будем. Говорят, что на следующий год в городском бюджете не будет выделяться из городского бюджета средств на содержание безнадзорных животных. Только на областные деньги, на миллион это невозможно. Большое помещение, его надо содержать. В текущем году в смете комбината благоустройства на содержание приёмника было заложено 4 миллиона рублей. Один миллион из которых выделяет область. Эти деньги идут на отлов и содержание сроком до 10 дней. Ещё один миллион предприятий заработало за счёт приносящей доход деятельности. Остальные 2 миллиона давал город. Если этих денег не будет, это просто катастрофа будет. Это, во-первых, увеличится количество эвтаназии. То есть щенки, котята, куда их делать? Они не подлежат к операции никаким. Их надо сразу. Эвтаназия и трупоохранилище. Из-за отсутствия средств через 10 дней животных просто-напросто придётся выпускать обратно на улицу. Что повлечёт значительное увеличение количества безнадзорных кошек и собак. И как результат – ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. Уже два года подряд сидим здесь в карантинных побешенствах. И если резко вылечится количество безнадзорных животных, они, которые будут в лесу постоянно быть в контакте с дикими животными, то здесь будут очень большие проблемы для города, для населения. В питомнике содержат животных не только с улицы. Хозяева приносят туда и породистых питомцев. Этих породистых собак мы не можем за 10 дней найти новых хозяев. Их тогда сразу что так же кастрировать, выпускать на улицу, но они сдохнут сразу на следующий день. Они же не приспособлены. Вопрос с финансированием приёмника пока остаётся открытым. Все точки над «ы» будут расставлены в конце декабря, когда депутаты примут бюджет города на будущий год. 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. В отличие от питомцев городского приёмника, виновникам этого праздника повезло больше. У них есть крыша над головой и любящие хозяева. Всемирный день домашних животных – хороший повод в очередной раз вспомнить о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Палевый лабрадор Лаки появился в семье Елены Храмовой 15 лет назад. И тогда она буквально с первого взгляда влюбилась в эту породу. Сегодня в доме у Елены живёт уже несколько лабрадоров разного окраса. У каждого свой темперамент и характер. Елена считает, что лабрадоры отлично подойдут людям, которые приветствуют активный образ жизни. Прогулки по нескольку раз в день, игры с питомцем на свежем воздухе – всё это поддерживает в постоянном тонусе не только хозяина, но и четвероногого друга. Двухлетний Джаст послушно выполняет команды Елены. Воспитанию своих собак она уделяет всё свободное время. Дрессировать его одно наслаждение. Они работают с удовольствием. Берёшь маленького щенка и сразу же обучаешь его элементарным каким-то командам. Клички приучаешь, команда ко мне, чтобы щенок бежал на твой подзыв. Ну и мы ходили в группу обучения щенков. Мы обучались там другим командам. Джаст уже имеет несколько престижных титулов. Он юный чемпион национального клуба породы, кандидат в чемпиона России. У его родственницы, 4-летней Санни, в личной копилке тоже много званий. Юный чемпион России, чемпион России и гранд чемпион России. Лабрадоров называют собаками-партнёрами, но они ещё и отличные охотники. Старшие собаки Елены проходили специальное обучение по натаскиванию на дичь и даже имеют рабочие дипломы. Управление по делам ГОИЧС сообщает, что с 3 по 7 декабря в нашем городе будет проводиться тестирование системы уличного оповещения при чрезвычайных ситуациях с использованием электросирен. Горожан просят сохранять спокойствие. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. Саровчан призвали воздержаться от прогулок по льду. Последние замеры показали, что на реке Сатис вода промёрзла на 18 сантиметров, на пруду Боровом на 15,5 сантиметров и на реке Саровки на 2 сантиметра. Несмотря на то, что безопасный для перехода считается лёд толщиной от 12 сантиметров, во многих местах специалистами замечены подводные ключи, которые создают опасные участки. Кроме того, толщину льда замеряли в 2 метрах от берега. Ближе к Тальвигу он может быть значительно тоньше. Получить налоговые уведомления можно и в многофункциональных центрах. Об этом напоминают в Нижегородском управлении Федеральной налоговой службы. Также там можно направить заявление на льготы, на уточнение сведений об объектах имущества и подключиться к личному кабинету. Обладатели нервбластеров приглашают в Клуб здоровья Центра внешкольной работы. В воскресенье 2 декабря там пройдёт сражение по правилам командного десматча и захвата флага. В перестрелках с использованием нетравомоопасных бластеров могут принять участие все, кому уже исполнилось 10 лет. На игру необходимо принести своё оружие, защитные очки и сменную обувь. Подробности в группе Нерв в Сарове ВКонтакте. В Саровской православной гимназии подходит к концу работа над проектом «Первоначальник», в рамках которого ученики и педагоги создают мультфильм об основателе Саровской пустыни. В процессе работы дети познакомились с историей отечественной мультипликации, побывали на «Союзмультфильме», приняли участие в мастер-классах в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. Проект «Первоначальник» реализуется на средства президентского гранта. Подробности далее. Задумав сделать мультфильм о первоначальнике Иоанне, Олеся Финюшина хотела напомнить жителям города-человеке, который стал основателем Саровского монастыря. Его имя редко упоминается, и педагог вместе со своими воспитанниками решили восстановить историческую справедливость. Можно его поистине назвать великим, потому что он написал устав монастырский. Этим уставом пользовались и в Лаамском монастыре, и во многих других монастырях. Из нашего монастыря вышло 40 настоятелей. Если бы не первоначальник Иоанна, и Серафим Саровский мог бы быть не здесь, а где-то в другом месте. Действие мультфильма охватывает жизнь Иоанна с юношеских лет и до момента основания им монастыря. За время работы ученики нарисовали несколько сотен рисунков. Дома, церкви, домашние животные, люди, деревья. Эскизы оживляли в специальной программе. Надя Курякина считает свою работу над созданием мультфильма волшебством. Я делаю непосредственно анимацию, прокладываю в персонажей кости, заставляю их там совершать необходимые движения. Работа близится к финалу. Оглядываясь назад, девочки вспоминают, сколько сложностей они преодолели. Делать мультфильм с нуля, без каких-либо знаний о мультипликации оказалось трудной задачей. Сейчас Яна уверенно нажимает клавиши и двигает персонажей в программе. Но первые этапы в создании мультфильма дались ей не сразу. Я считаю, что это было начало. Что вот эта вот новая программа, новые термины, новая работа вообще для жизни. То есть и в этом надо было во всем разобраться и наловчиться, чтобы не тратить пустую время. Премьерный показ мультфильма запланирован на открытии серафимовских чтений в середине января следующего года. Качество молочной продукции – это всегда важный вопрос для потребителя. С одной стороны, мы покупаем молоко, масло и сметану, потому что заботимся о своем здоровье. А с другой – постоянно слышим информацию о заполнивших рынок фальсификатах. Что делать в этой ситуации? Доверять собственному опыту и результатам независимых исследований. Масштабное исследование рынка молочной продукции провело Роскачество совместно с Роспотребнадзором и Росселькоснадзором. Крестьянское масло этого производителя не просто соответствует требованиям, а признано товаром повышенного качества, так как его показатели превышают требования ГОСТ. Продукт абсолютно безопасен, не содержан консервантов и красителей, и вообще в ходе исследования не было ни одной позиции, где образцу не была бы поставлена наивысшая оценка. Также в этом году продукция завода вошла в список 100 лучших товаров Нижегородской области и вышла на федеральный этап престижного рейтинга. Предприятие выпускает молоко, сметану, творог, кисломолочную продукцию. За качеством сырья следят на всех производственных этапах, начиная с приемки сырья. Молоко поступает нам наше, то есть с нашей Нижегородской области. Совхозы все наши проверены, работаем мы с ними очень давно. Молоко только высшего сорта. Проверяем молоко полностью по всем физико-химическим и микробиологическим показателям. Следующий этап – производство. Весь процесс переработки молока на нашем производстве полностью закрыт и автоматизирован, что исключает контакт человека с перерабатываемой продукцией. Недавно был приобретен автомат финского производства, финпак, по распособлению молока в пакеты. Вкусный, качественный и полезный творог не только реализуется в торговых сетях, но и поставляется в детские сады, больницы и школы. В нем нет консервантов и стабилизаторов, так же, как и в другой продукции предприятия. Нашу сметану мы вырабатываем согласно ГОСТу, используя натуральные сливки, производственную закваску, резервуарных способов. Не используя никаких загустителей, стабилизаторов. Благодаря правильно подобранной температуре пастеризации, давлению гомогенизации, мы добились желаемой консистенции, густоты и глянца. Итак, качественное сырье плюс современное производство плюс натуральные ингредиенты. Вот формула молочной продукции, которая получает высокую оценку и экспертов, и потребителей. Молочный завод Приволжский, город Кстова, улица Береговая. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин